Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о несадиковских детях. Медицинские учебники, про них ничего не пишут, но они тем не менее есть, и вопросов о них множество. Пойдемте, будем вместе искать ответ. Программа выходит за поддержкой торговой марки Молфит. Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, кто такие несадиковские дети? Вот такое слово, несадиковский ребенок. Вот если вашего ребенка обозвали несадиковским, это повод улыбнуться или это оскорбление? Как к этому относиться? Вы знаете, мы решили пообщаться по этому поводу с нашими экспертами, несмотря на то, что как раз все наши эксперты дети садиковские. Но они знают все, поэтому нам есть, что у них спросить. Вот моя сестра, одна ее родная, такая вредная стала, не хочет идти в садик. Вот моя подруга, вот я ее сегодня заберу, ее зовут Аня. Она не любит ходить в садик, не любит делать уроки. Ну я, конечно, люблю в садик ходить, но иногда бывают такие уроки, что мне немножко... Я была маленькая, я говорю, я не хочу в садик идти, ну совсем маленькая. Вот такая была. С мамой я не хочу. И, кстати, мама сегодня выходной. Это означает, что они маму обманывают. Они болеют, а на самом деле нет. Это просто они не хотят идти в садик. Он плакал, ну и всех обзывал, ничего не ел. Он даже один раз, ну вот так, со злостью уронил борщ. Дети, которые не ходят в детский сад, они не умные, не грамотные, ничего не знают. Вот у меня есть мальчик один в группе. Он ничего не знает, не умеет читать, ничего. Просто ему еще пока четыре, а мне уже почти шесть. В садике можно учиться, а дома тоже можно учиться, но там же нет воспитателя. Там поиграться, покушать, все можно сделать и поспать. А еще в садике очень полно друзей, а чем в доме. В доме, ну да, а в садике весело. В садике и дома отличаются, потому что есть друзья. И с ними всегда весело. Наши эксперты выдвинули два главных положения, в связи с которыми дети могут быть не садиковские. Они могут болеть, а могут не хотеть. И это все надо учитывать. Тем не менее, как правило, когда в нашем обществе произносится словосочетание «не садиковский ребенок», все имеют в виду примерно одно и то же. Был себе, жил, не тужил, совершенно нормальный ребенок, который всех устраивал. И как только его отправили в детский сад, он стал не вылазить с болячек. И тогда маме объяснили, ну что ты хочешь, он у тебя не садиковский. И тогда возникают, собственно говоря, вопросы, что с ним дальше делать, куда его девать, куда при этом деваться маме и папе. И очень многие родители до того, как отведут детей в детский сад, уже начинают волноваться. А как там будет, а будет ли он болеть, а может быть не стоит. И вот стоит ли это, не стоит ли, вопросы по этому поводу задаются очень часто и на приеме. Доктор, когда в детский сад? Стоит ли в детский сад? Да, к вам на прием приходила Анастасия Макарова. Давайте посмотрим. В сериале Ефросиния 758 серий. За три с лишним года его существования у актрисы Анастасии Макаровой с ее героиней установилась мистическая связь. Кстати, мамами и Ефросиния, и Анастасия стали практически одновременно. Елисей с трехнедельной съемочной площадки первые шаги делал в поездах и самолетах. Но, похоже, пришло время подумать о детском садике. Тем более, что бабушка Елисея, уверенная именно в садик, помог в свое время раскрыть актерские таланты маленькой Насти. Интересно, а что думает о садиках доктор Комаровский? А дочь ваша ходила в детский сад? Да, с полутора лет. И как? Получилось? Великолепно. За все время. Только один раз была на больничном, она была простывшая. А так ходила безупречно. То есть, я так понимаю, что проблема несадиковского ребенка для вас больше на уровне опасений? Ой, если все-таки я найду садик своей мечты, то я обязательно своего ребенка туда отправлю. А что включает в себя садик вашей мечты? Ну, наверное, я имею некое представление, как бы мне хотелось, чтобы мой ребенок развивался. Но, к сожалению, я пока не очень знакома с системой садиков на сегодняшний день. В силу того, что я работаю, он со мной с трехнедельного возраста. И мой детский садик всегда со мной в лице моей прекрасной мамочки. Просто есть какие-то свои детские воспоминания, которые заставляют меня, может быть, осторожничать. И зная, что существует сейчас множество разных детских студий, где, в принципе, ребенок может социально адаптироваться, быть со своими сверстниками. Но ты можешь это контролировать, хотя бы наблюдать, как это происходит. А доверять чужим взрослым людям мне пока сложно. Я не говорю нет. Просто, наверное, для меня пока это еще тема не раскрытая до конца. Я действительно могу тебе сказать, что у твоего ребенка, вот у твоего ребенка, которого я наблюдаю сейчас, да, действительно, будут очень большие проблемы с садиком. Я тебе объясню, почему. Ну, просто вот как бы. Да, интересно. Эта проблема не связана совершенно с педагогикой, с воспитанием и со всеми делами. Твой ребенок светлокожий блондин. Светлокожие блондинистые дети – это дети генетически северные. Это дети, которые прекрасно живут в холоде и в сырости, но не вылазят из болячек в сухом и теплом воздухе. Понятно? Вот такие дети. То есть если такой ребенок будет жить в сухости и тепле, то все аденоиды, танзелиты, понятно? Это все его. Понятно? На многие годы. Вы знаете, это действительно так. У нас с летом проблемы с насморком, а зимой мы спим раскрыто, и мы абсолютно себя комфортно чувствуем. Но тем не менее, правильно. Но тем не менее, ваша абсолютная прохлада и комфорт, он несовместим, к сожалению, с детскими садами города Киева. Потому что в нашей стране хорошим называется детский сад, где дети занимаются тремя языками. Понятно? Где их учат правилам этикета и так далее, и так далее. А элементарные нормы, например, температуры и влажности в детском саду не выполняются. Поэтому, когда ваш Елисей придет в детский сад и ляжет спать в спальне детского сада с температурой 26-28 и влажностью 20%, понятно? То первый же вирус будет его. И поэтому, заметьте сейчас, когда вы сказали, я ищу там детский сад, у меня есть свои взгляды, да, и у меня есть свои взгляды, понятно? Вот ваши взгляды, скорее, рассматривают, вот к чему его там будут учить, психологическую точку, да, вот-вот-вот. А я, как врач, прекрасно понимаю, что духовность, она хороша тогда, когда ты реализуешь свою духовность, не шмыгая при этом носом. Абсолютно. Понятно, да? Наверное, мне надо беречь бабушку и свой детский садик держать при себе. Наверное, надо, когда ты заходишь в детский сад, да, и это для всех может быть правило. То первое, что ты спрашиваешь в детском саду, это, какие языки, а где ваша комната вот для занятий, да? А я первое, что бы сделал, я бы зашел в спальню и спросил, а где у вас тут термометр и гигрометр? Отлично. А где увлажнитель воздуха? А где регулятор на батарее? А покажите мне режим проветривания, понятно? Я их сразу напугаю, они решат, что я очень грамотная, серьезная мама. Заметьте, вы их напугаете. В хорошем смысле. Да, смотрите, вы понимаете сейчас, что мы произносим? Оказывается, когда у нас любой человек начинает выяснять, а в какой-то государственной структуре, а выполняете вы или нет нормы, государством установленные, то его сразу считают очень умным. Попробуйте расспрашивать о нормах в суде, в милиции, в школе, в детском саду. Ой, какая умная, да? Поэтому я к чему все это, собственно говоря, рассказываю? Потому что нам сейчас с вами надо попытаться понять, как нам вместе решить проблему не садиковского ребенка. То есть вы повели ребенка в детский сад, ребенок заболел через две недели, вы его оставили дома, потом повели в сад через неделю, он опять заболел. То есть, знаете, вы видите, что ребенок проводит в садике, ну, примерно столько же время, сколько без садика, ну, неделя там, неделя тут, и вы делаете какой-то вывод. Какой вы делают вывод обычно в таких ситуациях? Наш ребенок не садиковский. То есть кто виноват? Такой уродился. Все же ходят, а наш не ходит. Я как бы пытаюсь подвести нас всех к тому, что на самом деле не садиковских детей не бывает. Систему надо менять? Конечно. А самое интересное, что ее менять не надо, ее надо выполнять. Вы знаете, с каким юристом ни поговори, он говорит, у нас прекрасные законы. Только их никто не собирается выполнять. И нам не надо менять систему в детских садах. Не надо. У нас в детских садах инструкции все, поверьте мне, о них можно только мечтать, но о них никто не знает. И все делается, чтобы вы об этих инструкциях не знали, вы понимаете? Вот беда в этом может быть. То есть на самом деле из не садиковского ребенка можно сделать очень-очень садиковского, если бы в этих детских садах выполнялось то, что положено. Да, но вот, знаете, существуют же такие еще детские садики, когда, например, несколько семей объединяются, да, и вот они делают немножко свой порядок, свою культуру, по-своему закаляют детей, развивают. Я, к счастью, знакома с такими людьми, которые просто берут и вот и сами проявляют инициативу, не подобляясь, так скажем, системе государству, то есть и питание, и сон, и увлечение детей, и не выращивать из них тепличных растений. То есть как бы, почему бы не, почему бы вот... Да это здорово. Ну это реже, я понимаю. Нет, знаете, на самом деле все тут классно вот в таких детских, это то, что мало, относительно мало мам, ну, допустим, там, пятеро, допустим, да, или трое, и вам легче договориться. Так вот, я бы хотел как раз, это моя задача фактически, чтобы те, кто приводят детей в детский сад, думали в первую очередь о том, как там будет ребенку в отношении соблюдения норм, и только потом, как его там будут учить. Вот сейчас у меня садик моей мечты уже более четко сформулировался. Спасибо вам. Тем не менее, уверен, что у нас еще есть много вопросов касательно несадиковских детей. Давайте отвечать на них. Доктор, у меня такой вопрос. А может это не дети несадиковские, а такие садики? Вот у меня старшая дочка, ей три года, она ходит в группу, где 30 человек. И мне кажется, это физически невозможно усмотреть за всеми детьми, они даже не успевают гулять. Ну, то есть... Ну, кстати, обратите внимание, когда я много-много лет назад водил своих детей в детский сад, сценарий всегда был один. Я приводил ребенка в детский сад, все дети были на улице, и всегда, когда я забирал ребенка из детского сада, они были на улице. И когда была норма, и, кстати, осталось до настоящего времени, что дети должны гулять не меньше 4 часов в сутки, это норма, которая написана в законе, не меньше 4 часов в сутки. Это вот когда они гуляли 4 часа в сутки, проблем было намного меньше. Я сейчас постоянно сталкиваюсь со следующим. Вот я знаю таких людей, в группе детского сада записано 40 человек, кровати и 35. И все кивают, все знают это. А как такое может быть? А воспитатель говорит, а никаких проблем, что когда-то такое было, чтобы 40 человек пришли. Да у нас 40 записано, кровати и 35, он еще 3 свободных. Хотите, укладывайтесь, пожалуйста, не вопрос. То есть совершенно спокойно, можно и 40 человек записать, и 50. Никаких вопросов, вы все денежки заплатили, и все вроде как садиковские. Более того, вы слышали когда-нибудь про такое, что воспитатель в детском саду получает зарплату, и если, оказывается, все 40 ходят, то зарплата становится больше. Государство точно не доплачивает, понимаете? Естественно, родители могут договориться и сказать, что будут ходить, мы доплатим. Но то, что никакой градации зарплаты нет, у нас в этом никто не заинтересован на самом деле. Но мы прекрасно понимаем, что очень многое зависит от того, кто организует быт детей в детском саду. Вы знаете, на самом деле мы сейчас с вами, сегодня, наверное, в который раз будем касаться совершенно очевидных вещей, и меня, лично меня, иногда охватывает отчаяние, вот реальное отчаяние. Вот есть реальные методы, которые позволяют уменьшить заболеваемость детей в нашей стране в десятки раз. Почему 10 нормальных мам не могут победить одну клушу? Почему? Почему, если кто-то устроил истерики, что сегодня такой ветер, а вы пошли гулять, то воспитательницы легче никого не вывести, чем все-таки пойти гулять? Почему, если в детском саду воспитатели всего-навсего выполняют установленные государством нормы температуры и влажности, то каждая вторая утверждает, что ей холодно. Почему? То есть, с одной стороны, получается, мы сами провоцируем нарушение норм, а потом говорим, наши дети не садиковские. Мы прекрасно знаем основные меры профилактики вирусных инфекций. И они упираются в такое понятие, как воздухообмен, температура и влажность воздуха, контакты детей друг с другом. А у нас сплошь и рядом суть профилактики – это бусы из чеснока. Это ужас. Я когда с этим сталкиваюсь, ты заходишь, ты задыхаешься, дышать нечем взрослому человеку. Они бегают, у них бусы из чеснока. Вот капсулы из-под киндер-сюрпризов, надырявили в них дырок, засыпали лука. Мы не гуляем, мы обвесились луком, у нас профилактика вирусных инфекций. Есть на самом деле цивилизованные, цивилизованные способы профилактики, которые прежде всего разработаны не мной, не вами, а государством. И государство в самом документе, который называется САНПИН, санитарно-логические нормы и правила для детских дошкольных учреждений, установил режим прогулок, режим температуры и влажности, режим гуляния. И все, что от вас надо, от вас это сделать так, чтобы эти нормы что? Соблюдались. Но как раз в детских садах сплошь и рядом нормы не соблюдаются не потому, что там плохие люди. Нет. А потому что соблюдение норм требует средств. День, шкаф. Потому что мы можем сколько угодно написать о том, что влажность воздуха должна быть не ниже 40%, но она не будет выше 40%, если нет увлажнителя воздуха, если нет регулятора на батарею. А у нас главное, что делать, чтобы они не замерзли. Понятно? Поэтому, естественно, это главное заложенное в женщину инстинктивное действие. Не дать умереть с голоду и не дать замерзнуть. Все. Поэтому, конечно же, воспитатели в детских садах такие же женщины, как и те, кто приводит туда детей. И они прекрасно знают. То есть, если кому-то покажется, что ребенок не съел или замерз, то кто будет виноват? Воспитательница детского сада. Поэтому я всем еще раз советую, напишите, это я обращаюсь к работникам детских садов, напишите нормы большими буквами и повесьте их там, где шкафчики, где раздевают детей, чтобы родители знали, что когда в спальне 19 градусов, то это не вы, садисты, придумали, а это норма, установленная санстанцией. И вы ничего не можете сделать. Ничего. А мы все, газ экономим, газ экономим, а в детском саду 28 градусов. А что вы тогда экономим? Евгений Олегович, к вопросу о том, чтобы не умереть с голоду. Вот смотрите, если ребенок вообще плохо ест дома, а в саду он вообще не ест, что делать в такой ситуации? Вы знаете, Луиза Васильевна, если ребенок находится в жаре и не гуляет, ни дома, ни в детском саду, он очень долго будет есть плохо. Никаких вопросов нет. На самом деле, тема аппетита, она уже столько раз нами обсуждалась. Если ребенок не ест ни дома, ни в детском саду, значит, у него неадекватные затраты энергии, значит, его родители не могут правильно организовать образ жизни этого ребенка. Понятно? Значит, в детском саду жарко, значит, дети там потеют, значит, дети там мало гуляют, вот у него идет аппетита. Нормальный ребенок должен на еду бросаться. Если он на еду не бросается, значит, его неправильно кормят, ему организуют неправильные параметры образа жизни. Ребенок в отсутствии аппетита не виноват. Виноваты окружающие, его взрослые. Поэтому, о чем идет речь, Луиза Васильевна? Сначала она его кормит только тем, что он согласен есть. Он у нас ест только паровые котлеты, только, да? Он у нас все ест только протертые, корочка хлеба нельзя, допустим, да? Если, не дай бог, в супе появится кусок картошки, у нас уже рвота, мы уже такое не едим. То есть мы сначала его учим есть именно так в течение трех лет. А потом мы говорим, «Так как же я его отведу в детский садик? Он у меня не жует, да? Он у меня вообще несчастный и так далее». То есть мы сначала их делаем не садиковскими, а потом говорим, «Да там же садисты в детском саду, они же не могут его накормить, они же не могут блендер засунуть в суп, что это за люди вообще такие». То есть все плохие. Поэтому, поэтому, с одной стороны выясняется, что если женщина хочет остаться социально активной, да, хочет отдать ребенка в детский сад, а сама принести пользу себе, в стране мужу и так далее, пойти на работу, например, то об этом надо думать когда? Надо думать об этом с момента рождения. Можно поступить иначе. Можно родить ребенка, выгнать мужа на диван соседний, да, спать с детенышем, кормить, когда он откроет рот, по первому писку, да, кормить грудью лет до двух, до трех, исключительно протертым, по первому писку бросаться к нему с криком, что ты хочешь, уговаривать его съесть то и сё, сидеть дома и так далее. А потом выясняется, что найти подход к такому ребенку можете только вы, потому что он понимает только вас и его понимаете только вы. Кто виноват? Это не садиковский ребенок? Это не садиковская мама? Еще один вопрос, Евгений Олегович. Есть ли противопоказания для детей, которые, ну вот чтобы не ходить в детский сад? Вы знаете, на самом деле общество, общество, правильное общество должно полностью исключить ситуацию, при которой ребенок по каким-то показаниям не может ходить в детский сад. Я обращаю внимание на следующее. Смотрите. Ситуация, когда ребенок часто болеет и по этому поводу не может посещать детский сад, она является на самом деле самой простой. Все, что надо, соблюдать нормы, гулять с детьми и правильно лечить вирусные инфекции. Я фиксирую на этом внимание. Почему? Потому что на самом деле, когда ребенок болеет вирусными инфекциями там 8 раз в год, в этом нет совершенно ничего опасного. Просто родители должны знать правила помощи при вирусных инфекциях. И если они эти правила соблюдают, то ничего страшного, в этих 8 вирусных инфекциях в год нет. Посопливил, покапали нос, увлажнили, проветрили, дали жаропонижающее. Это не проблема. Но есть огромное количество детей, у которых есть проблемы с состоянием здоровья. И которые не могут посещать детский сад. Не потому, что им нельзя в детский сад. А потому, что нет детских садов, адаптированных к посещению таких детей. Но если в группе детского сада 35 или 40 детей, может туда ходить ребенок, например, с сахарным диабетом. Или с бронхиальной астмой. Или с аутизмом. И так далее, и так далее. Хотя это все заболевания рассматриваются во всем мире как социально адаптированные. Для них не нужны специальные детские сады. А теперь вот просто задумайтесь. Вот я вам просто привожу вот такой элементарный пример. Если, например, в городе Киеве будет существовать 5 детских садов. 5 детских садов. Для, например, детей с сахарным диабетом, в которых будут специальные условия, обученный персонал, не просто педиатры, а эндокринологи и так далее. То, поверьте, 5 таких детских садов будут однозначно заполнены. Но сейчас все эти дети дома, все эти мамы дома, они не работают, не приносят пользу государству. Мамы. Они приносят пользу только своим детям, а папы должны работать за двоих. Вот просто задумайтесь. Скажите, пожалуйста, сколько надо времени, чтобы создать документ юридический, в котором разработать, методику создания детских садов для детей с особыми потребностями. Что такие детские сады не должны облагаться никакими налогами. Что люди, которые в них работают, должны пользоваться социальными льготами. Свет, газ, вода и так далее должно идти по минимальной ставке. Что если некий человек отдает в аренду помещение под такой детский сад, то он не платит налоги и так далее. Скажите, пожалуйста, сколько надо времени, чтобы создать такой документ? Три дня. Три дня. А еще три дня надо, чтобы люди, которые действительно думают о детях, приняли этот документ. И появится огромное количество детских садов, ориентированных на детей со специальными потребностями. На детей с психологическими проблемами, на детей астматиков, на детей с гиперактивностью, на детей с аутизмом, на детей с астмой. И так далее, и так далее. Таких детей множество. Я просто хочу, чтобы вы сами об этом тоже думали, перед тем, как вы идете за кого-то руку поднимать вверх. Евгений Олегович, скажите, пожалуйста, когда лучше отдавать ребенка в садик, чтобы он с большей вероятностью стал садиковским? Важно ли, чтобы этот период не совпал с так называемым кризисом трех лет? И важно ли время года? Например, осень. Вот мы хотим осень отдавать. Насколько благоприятно? Смотрите. На самом деле, все очень зависит от того, вот какая у вас система воспитания дома. Если ваш ребенок знает, что такое дисциплина, понимаете, если ваше слово всегда закон, то тогда вот возраст три года нормальный. Но если вы сомневаетесь в своих педагогических способностях, то чем раньше вы отдадите ребенка в детский сад, тем лучше. Понимаете, когда ребенка отдают в детский сад в один год, то ему трудно сравнивать, где лучше. Это для него жизнь. Детский сад. Понимаете? Он там растет, он там учится общаться со сверстниками, он там учится всему в детском саду. Но когда трехлетний ребенок идет в детский сад, ему ой очень даже есть с кем сравнивать. Он в течение многих лет ощущал себя центром вселенной, вокруг которых носится мама, папа, баба, деда. И вдруг оказывается, что он такой же, как все. Понимаете? Поэтому заложенная вашим воспитанием модель поведения дает ответ на вопрос, когда можно в детский сад. Еще раз фиксирую. Я считаю, у меня свои педагогические принципы, они очень часто не совпадают с теми принципами, которые декларируют наши психологи. Наши психологи детские очень часто декларируют равноправие. Мнение ребенка надо учитывать. Ребенок член семьи. Я считаю, что все-таки Боженька заложил, даст немножко другие законы. Папа и мама умнее. Ну так Боженька придумал. И поэтому теоретически, по крайней мере, дети с точки зрения природы должны слушаться взрослых. Поэтому если дети не слушаются взрослых, то это нарушает заложенную эволюцией или Боженькой модель поведения. Поэтому если вы привыкли к тому, что ваше слово не является для ребенка обязательным к выполнению, то слово воспитательницы в детском саду уж точно не будет обязательным к выполнению. Понимаете? И с таким ребенком договориться там будет намного сложнее. Поэтому реализовали вы правильную модель поведения, ваш ребенок управляем. Он знает, что по жизни его ведут более умные, более опытные взрослые. Значит, ему можно в любом возрасте идти в детский сад. Время не имеет значения, если мы имеем в виду адекватный детский сад. Вы понимаете прекрасно. Вы хотите осенью, с одной стороны, это здорово. Ребенок оздоровился после лета. С другой стороны, это начало сезона острых респираторных вирусных инфекций. Хотя впечатление такое, что этот сезон в детских садах не заканчивается никогда. Евгений Леонидович, если ребенок не садиковский, его можно сразу лучше отказаться от детского коллектива? Или же все-таки можно попытаться переболеть, потерпеть? На самом деле, главная цена вопроса. Это самый главный ответ на вопрос. Просто очень часто то, что вы считаете страшным, вот мы ходили полгода в детский сад, и за эти полгода у нас было 4 ОРЗ. Вот вы садиковский или вы не садиковский? Вопрос, какова цена болезней? Какова цена? То есть, если это было 4 заболевания, из них 2 закончились стационаром и уколами, то, наверное, цена слишком велика. И, наверное, лучше дома. Но если мы заболели 4 раза, но вылечились без лекарств и без осложнений, то это совершенно нормально. Это нормальный ребенок, пусть и ходит себе спокойно в детский сад. Опять-таки, от чего зависит, так будет протекать вирусная инфекция? Исключительно, ну, на 99% того, как вы научитесь оказывать помощь. Понимаете? Поэтому проще всего, проще всего сказать, он не садиковский, сесть дома, а, может быть, есть другой альтернативный вариант, научиться правильно помогать ребенку при вирусных инфекциях, чтобы он выздоравливал с минимальными потерями для здоровья и без лекарств. Тогда он будет садиковский и никаких проблем. Опять-таки, чем вы планируете заниматься? Вы лично, да? То есть, если вы говорите так, мне, ну, вот так, для того, чтобы себя чувствовать нормально, надо ходить на работу. Мне там интересно, меня там ждут, у меня там общение с людьми. Или я должна остаться дома, вот в замкнутом пространстве. Ваше желание. Если вам с ребенком дома комфортнее, чем на работе, так вам легче принимать решения. Но, в любом случае, я считаю, что стремление женщины к социальной активности надо всяческим образом приветствовать. Евгений Олегович, у нас это больной вопрос, не садиковские дети. Оба ребенка находятся дома. Суть в том, дочка в 4 года пошла в сад, полгода отходила. Она, ну, болела, ну, все нормально, в общем-то. Но психологически она там насмотрелась. Отношения воспитателей-дети. Закрывают в туалете, там плачут, все. Она говорит, я не хочу смотреть, как относятся к детям. Она в слезы. Младший трехлетний на нее так смотрит, тоже уже не хочет в садик. Можно ли как-то помочь адаптироваться ребенку, снова ее вернуть в сад? Или у нас уже... Ну, конечно, ваша главная ошибка была в том, что в 4 года пошли, и потом дали все-таки ребенку ответы на вопросы о том, что такое хорошо и что такое плохо, да? Ну, вот очень часто дети, воспитанные в адекватных семьях, испытывают огромные проблемы потом в обществе. В обществе перевернутых ценностей. Эти перевернутые ценности мы же каждый день видим по телевизору, вы понимаете? Поэтому в данной ситуации на самом деле садик это вот та стартовая модель общества. Как будто, когда ваш ребенок пойдет в школу, он не увидит ту же модель поведения, да? Может быть, именно поэтому научиться выживать. Если в ваши планы не входит иммиграция, да, то надо научить ребенка выживать в этой стране при этих отношениях к тому, чтобы ребенок понимал. Ведь ребенок, который идет в детский сад из семьи, он абсолютно убежден в том, что все люди золотые, хорошие, понимаете? Но если мы вовремя объясним детям, что люди бывают разные, и что совсем не все хотят тебе добра, но и ты не центр вселенной, которого просто любят из-за факта твоего существования, понимаете, да? Что любого тебе часто надо заслужить, да? И от того, что ты делаешь хорошо, вовсе не значит, что к тебе все хорошо относятся. Но вот это законы, к сожалению, это законы нашего общества. Поэтому либо папа напрягается и зарабатывает на другой детский сад, да? Либо вы терпите этот, понимаете? Другого варианта я не вижу, ибо я не вижу способа решения проблем, понимаете? Наоборот, когда ребенок вам рассказывает о чем-то плохом, то очень важно, чтобы вместе цивилизованно обсудили, как на это должен реагировать нормальный человек. Как ты должна реагировать на то, что какого-то ребенка обижают в твоем присутствии? И, к сожалению, к сожалению, ответ, как правило, такой. Если кому-то плохо, да, то отвернись и пройди мимо. И вот это то, чему нас, собственно говоря, учат. Все. Здравствуйте, доктор. Скажите, пожалуйста, если ребенок бьется, кусается, ни на кого не реагирует, на замечание, он перерастет, ждать, пока он перерастет? Можно считать этого ребенка не садиковским? Сегодня он бьется и кусается, завтра он возьмет карандаш и ткнет кому-то в глаз. Вы же это прекрасно понимаете, да? Такой ребенок, он опасен для других детей. Он не садиковский именно поэтому, потому что другие дети садиковские, да? Может, просто в садике научат? Возможно, в садике научат, но ценой здоровья других детей, что очень опасно. Поэтому, естественно, в ситуациях, когда ребенок проявляет агрессию, да, и представляет угрозу для других детей, такие дети нуждаются в педагогической и психологической помощи. И не только такие дети, но и родители таких детей. Конечно, для детей с подобными проблемами, с синдромом гиперактивности и так далее, конечно, желательно, чтобы были особые специализированные садики, где, естественно, я представляю, что будет, если соберется 40 таких детей, да, они поубивают друг друга и воспитателя тоже, да. Поэтому в такой ситуации, конечно, надо, чтобы хотя бы там на пятерых детей был один воспитатель, да. Другого варианта нет. Но это должен быть не просто воспитатель, а воспитатель, который знает методику, да, как за такими детьми следить, как смотреть, как с ними гулять. Они же могут причинить вред не только окружающим, но и самим себе. То есть, естественно, такие садики нужны. Но реально в нашей стране вот такой ребенок это приговор маме. То есть у тебя такой ребенок, значит, ты будешь сидеть дома. Все. А почему, собственно говоря, любая другая женщина должна рисковать здоровью своего ребенка, потому что вы не можете со своим договориться, да. А вы не можете договориться сплошь и рядом, не потому что вы плохие, а потому что это особенности характера, которые требуют вмешательства специалистов. А специалисты такие, их днем санем не найдешь. А те, кто хочет работать с детьми, те начинают потихонечку умирать с голода, да. В результате они уходят работать со взрослыми. С ними проще. И договориться легче. Евгений Олегович, скажите, пожалуйста, а обязательно ли дети, которые не ходили в детский сад и не болели детскими болезнями в школе будут болеть и все остальное? Ну, в школе однозначно болеть будут чаще. Конечно, в этом плане плюс детского сада есть все-таки. В том, что в детском саду он переболеет достаточно большим количеством вирусных инфекций, которым он получит антитела, и это будет залог того, что он в школе будет болеть меньше. А понятно, что пропущенные дни все-таки в детском саду и пропущенные дни в школе это разные вещи. Здравствуйте. Вот я хочу продолжить эту тему насчет школы. Если ребенок не садиковский, он может быть не школьным, в том плане, что не хотеть идти. Вот, например, у меня ребенок, он в год и девять пошел в садик. Уже полгода мы ходим, все нормально, он ни разу не плакал за мной. С первого дня пошел и кушает, и гуляет, все нормально. Вот могу я рассчитывать на то, что он так и в школу пойдет, что он не будет плакать? Конечно. По-видимому, у вас не было проблем. Вот никто же не понимает, еще раз фиксирую внимание, что когда вы ребенка вот укладываете в свою кровать и кормите грудью 24 часа в сутки, то вы делаете все, чтобы он стал не садиковским. Но это не кукла, понимаете, не игрушка, это член общества, да. Конечно же, если ребенок не садиковский, то у него будут проблемы со школой. Но если он у вас уже садиковский, то со школой проблем еще меньше будет. Потому что он в годы девять пошел, и до шести лет он научится общаться с людьми. И ему будет хорошо, комфортно, в окружении сверстников, что очень важно, да. Это нормально. Поэтому я вас могу с этим поздравить. Почему не стоит остро проблема не школьниковских детей? Почему? Потому что, как правило, когда ребенок ходит в школу, вы можете ходить на работу. И там и цопли, он остался сам дома, да. А с не садиковским проблема острее. Потому что не садиковский ребенок равно не работающая мама. Вот в чем проблема. Со школьником проблемы немножко другие, и поэтому вопрос стоит не так остро. Можно еще чуть-чуть просто? Вот я, у меня еще такая маленькая проблема. Вот я забираю его с садика, а он не хочет идти домой. Истерика, все. Мы с мужем по очереди, уже успокаивай уже конфетами. А он не хочет. Не хочет и все, ляли, гулять. Я не знаю вообще, как найти с ним. Вы знаете, вот вы настолько классическая наша женщина, понимаете? Что бы ни было с ребенком, что бы ни было, наша женщина пожалуется всегда. Не ест плохо, ест, да он ест, вот понимаете все. Ходит в садик плохо, не ходит плохо. Почему ребенок плачет и не хочет идти домой? Потому что ему там интереснее, чем дома. Кто в этом виноват? Кто? Значит, папе вашему, что надо сделать? Изменить модель поведения, да? Изменить и прийти с работы, и не сесть там перед телевизором, а заняться детенышем. Я допускаю, что все это так просто, ему веселее не с папой, да? Ну, значит, научите папу веселью и так далее. Но главное, наверное, огромное количество людей, выслушав вас, обзавидуются, с чем вас и поздравляю. Знаете, как у нас все дружно кивают головами. Программа выходит за поддержкой торговой марки Молфикс. Короче говоря, как мы сейчас понимаем, в самой проблеме не садиковских детей есть три грани. Грань первая, собственно, ребенок, да? Ребенок может не посещать детский сад из-за частых болезней, из-за психологических проблем. И тогда, конечно, желательно, чтобы родители и этот ребенок получили адекватную помощь психологов, педагогов, да? Ребенок может не посещать детский сад из-за неких болезней, которые требуют особого ухода или особого образа жизни. Мы об этих болезнях тоже уже сегодня говорили. И в таких случаях надежда уже исключительно на государство, которое нам поможет. Таким образом, проблема не садиковских детей еще раз три грани. Ребенок раз, родители два, государство три. Вся наша беда в том, что мы можем влиять только на первые две грани, а третья существует в другом измерении, где-то сама по тебе. И наши не садиковские дети пока их не очень интересуют. Ну, мы надеемся, что хоть вы-то сделали правильные выводы. Поэтому мы встретимся через неделю. Дорогие друзья, спасибо, что вы с нами и будьте всегда в курсе последних наших новостей. Подписывайтесь на наш канал в YouTube. в YouTube.